Боже милостью будь мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня грешен и помилуй. Мы просим Твоего благословения на эти размышления вслух. Господи, благослови нас. Ты предподаешь нам благословения от митрополита Корнилия. Мы с радостью склоняем голову и принимаем первосвятительское благословение. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Мы вот попросились, находимся в доме старообрядцев в Потеряевке. Но из другого дома пришла Нина Васильевна Шадрина. Это родная сестра моей жены Надежды Васильевны. Вчера внезапно получают письмо. Письмо это было послано в Барнаул. Вот, Володя, подойди сюда, посмотри. Вот оно, как выглядит эта упаковка. Откуда идет. Корнили. Это все официально. И куда пришло. Лужков привез. Я его распечатываю. В нем второй пакет. А второй пакет вот какой. Погляди, это посылала Татьяна Капустина. Это наша. К нему послали. Дальше. Кому послали? Я посмотрел и дальше ничего. Отложил. Думаю, надо же. Двойной пакет. Не посмотрел, что на той стороне его письмо мне. Это, погляди. Оно, видимо, отблизь будет давать. Это он своей рукой написал, а потом отпечатали. И в книгу он заложил уже отредактированный. А этой рукой своей он писал. Я очень серьезно отнесся к этому. И решил сделать разбор его письма. И он... Вот, посмотри теперь. Так, кто-то должен читать. Так, Володя, попрошу вслух прочитать это письмо. Вот, Виктор, ты читай. Витя, читай. Светит. Не пропускай ни одной строчки. Витя, ты иди сюда и туда прямо. Русская православная старообрядческая церковь. Божьей милостью Корнилий. Митрополит Московский Сеаруси. И адрес. Москва, улица Рогожский. Поселок и так далее. Не так далее? Считай. Телефакс 361-5191. Исходный документ. Исходный документ номер 211. От 20 августа 2014 года. Лапкину Игнатию Тихоновичу. Уважаемый Игнатий Тихонович, благодарю вас за подаренные мне книги. Внимательно их читаю. И узнаю много интересного, нового и полезного. Разрешите вам подарить книгу моих проповедей и брошюру о борьбе с пьянством. Это все, что мною издано на сегодня. Если сочтете возможным, напишите свой отзыв. Буду весьма благодарен. С уважением, смиренный Корнилий. Митрополит Московский Сеаруси. Вот так, прямо прямой наводкой покажи. Значит, ну и получил, да и казалось бы, и все. Я сразу начал его считать вчера, посмотрел. Ну, в праздник это понятно, так проглядел. Но далее в конце он начинает говорить со старообрядцами. Там об обрядности и прочее. Но очень серьезно. Вот у нас, говорит, сейчас появилась старообрядчность и такое. Приходят. Одеваются по-мужски женщины. Мужчины бряются, подстригают бороды. Ну и дальше он перечисляет все это. Вот она его книга. Пожалуйста, посмотри, как она выглядит. «Сто проповедей митрополита Корнилия». 500 страниц. Со четыре с оглавлением. Но выходных данных никаких нет. Где печаталось, сколько экземпляров, когда ничего нет. Почему? Я знаю, потому что я издавал когда-то книги. Это или я печатаю в типографии, которая не платит налоги. Неофициальные где-то. Или за этим стоит что-то, что боязнь, пока это выйдет, там мы чтобы не прищучили кого-то за то, что он сказал. То есть боязнь от своих. Я это знаю, и так я и издавал. И первые книги я старался адрес не дать. У меня, говорят, книга вышла, а я сидел и дрожал. Если узнают священники московской патриархии, они выставят заслоны, будут перерубать все. Это было. Это было не где-то, а я знаю, как контейнеры вылавливали и сжигали всю литературу. Это Мамо Басилий, это отец Василий занимался этим. Наконец-то наткнулся и дали срок и посадили. Это в Грузии было. Вот. Какие книги хорошие. Бумага отличная, еще никаких данных нет. Но вторая маленькая прошла. Ты нам дашь почитать? Потом, конечно, дам. О борьбе пьянства, о вреде пьянства и борьбе с ним. А вот здесь он показал, где кто печатал. Посмотри. Вот здесь. Смотри. На маленькой, то теперь я подтверждение нахожу. Ну, если маленькую обложить налогом, то копейки. Я вспомнил, как эта редакция предлагала мне у них издавать. Когда я начинал. Это у старобрядцев такая. Они высадили несколько книг, которые как... Но у них кругления нет. Видишь, как вот она книга. Обрублена как бы. И посмотри, вот когда у нас как издается. Они купили, это 150 тысяч стоит машина только, чтобы это кругление прихватило. Вот она, как корешок, кругление. Вот она. Но и в Барнауле не издают так. Это Горный Алтай. Это дело оказалось совсем не копеечное. Мне приехал директор и говорит, если вы дальше будете издавать книги у нас, мы покупаем машину. Я сказал мне, чтобы были закругленные. Первый раз издавали, этого не было. Округление корешка. Тогда она наискосок не идет. Вот она. Что за этим стоит? Я внимательно стал считать. Вот посмотрите. Благодарю за подаренные мне книги. Обычно точки и все. Терри внимательно их считают. У меня нет основания не верить ему. Ну, чего ради-то? Я вот пришел похвалиться, что Бог слышит и отвечает на молитву. Я о нем молился давно-давно-давно, с самого начала и сегодня, под сегодняшний день молюсь. И этот ответ пришел от Бога. Хвалящееся написано, хвалящееся Господом и прочее. Это Господь ответил. Тем более, сейчас в интернете посмотрел, он продолжатель линии Адриана. Четвергов, кажется, он был. Вот. Что за линия такая? Вывести старообрящество из изоляции. Люди на уровне бытовом кухонном, они не понимают. О, это соединяется с Никоньянами. Чего ты взял? Соединяются-то. Он говорит, мы должны миру явить сокровища, сохраненные старыми людьми, которые терпели гонения. Мы это прочитаем сейчас все это. Как это рассматривается. И вот он пишет, что Внимательно я считаю человек с высшим образованием. И узнаю много интересного. То есть, узнаю. То есть, до этого он этого не знал. Зачем ему это слово узнаю? Нет, он, может быть, и знал. Нет, узнаю. Узнаю, именно узнаю. Нет, что-то не знало. Что-то знало, что-то не знало. Много, притом немало, нового и полезного. Ну, правильно. Я тогда стал думать, а что я ему послал? Трехтомник Нового Завета. Мы сейчас немножко предисловие посчитаем. Книга для Слова Божьего нету. К истинному православию. То есть, это трехтомник. Три книги, четыре, пять, шесть. Я проверю, эти книги послали или нет. Но я прикидываю как. И симфония на жития святых. У меня книг этих нету, но я держу только для епископов-священников. Она кончилась. Самое большое количество этих книг у меня ушло к старобрядцам. Они у меня пачками просто брали. Саша Болотов распространял. Здесь она аполитичная. Далее пишет. Разрешите вам подарить книгу моих проповедей и брошюру о борьбе с пьянством. А почему не другую? Потому что это больной вопрос у старобрядцев. И он об этом все пишет. Ну и не только у старобрядцев. Да, не только. Не только. Но в первую очередь он как пастырь заботится о своих. Конечно. Понятно. И он в комитет какой написали по сохранению нации. И я уже прочитал это. Вчера посидел долго. Вот. Это все, что мною извинено на сегодня. На сегодня. Это означает, что может быть извинено еще что-то в этом слове. Если со счете возможен, напишите свой отзыв. Буду весьма благодарен. Ну, это уже говорит о том, что он оценил. Что мой отзыв для него будет что-то означен. Я посмотрел и сказал, ты можешь сейчас дать отзыв? Нет, не могу. Не могу. Я должен внимательно пересчитать. Но коротко я успел сейчас сказать. Если были книги эти, ему посланы. Так, попрошу прочитать предисловие. Каждая книга 750 страниц. Предисловие как бы основное дает. Да, включи. Нет. Не надо. Много слышно. По благословению Преосвященного Евтихия, епископа Ишимского и Сибирского, читателям предлагается первая книга трехтомного толкования Нового Завета, составленного блаженным феофилактом в XI веке на основании творений Иоанна Златоуста и иных святых отцов православной церкви, живших ранее. Читая эту книгу, вы обнаружите, что блаженный феофилакт очень часто говорит об исключительной необходимости изучения Священного Писания и обязательности проповеди для всех христиан и пастырей, и мирян. Так что, если бы не указывать автора этой книги, благочестивые православные наверняка бы заявили, что это пишет баптист или другой сектант. Если не подписать, что Баженна Феофилакт, то это баптистская книга. В связи с этим, к словам о Библии и проповеди, добавлены комментарии о современном положении в православной церкви и уклонение ее от святоотеческого пути. То есть сегодня не выполняется, а то к чему призывает Баженна Феофилакт. Это везде. Эта книга представлена уже везде, она разошлась. Приводится также толкование на откровение Иоанна Богослова, составлено протереем Геннадием Фастом в 1980-х годах на основе всех известных святоотеческих трудов с учетом и опровержением многочисленных сектантских толкований. Я теперь скажу, когда люди, которые переписываются со мной, говорят, вот я сейчас сижу, считаю 15-й том. Я дальше не считаю, снимаю 15-й том и начинаю смотреть, весь просматривать. Я его не знаю, на чем он мог остановиться. Почти всегда я безошибочно нахожу, как он ее считает. Во-первых, раз он об этом говорит, а я уже знаю, какого он направления, и вижу, на чем он, тогда еще раз перечитываю. И теперь смотрю, а какое влияние эти строки могли на него... Моя задача сейчас высчитать, что именно его захватило, как говорится, зацепило, на чем он остановился и что он так оценил, что не каждый день он пишет такие письма, это так понятно. А вот можно мне сказать? Я вот, читая на этот вопрос, думаю так. Во-первых, человек, конечно, он образованный, умный, ревностный. И если он видит и знает Слово Божие, знает историю, он видит реально, что это ненормально везде. Возьми хоть староблячество, новонобрядчество, в других конфессиях, потому что Библия, основа основ, и все. Кроме этого, ничего не может даже ни один Святой Отец, как говорится, никто, ни подвижник, иначе говорит, чем и поэтому должно. А он видит, здесь написано все правильно. Все как бы ссылки-то все на Библию, вот, и в основном-то правильно, поэтому о чем может быть возражение, какое может быть? Конечно, нет, но и все поистине. То, что есть истина, ее никак не отвернешь. Вот я думаю, а человек он умный, и поэтому он, да. Я думаю, на чем именно он остановился, что его это тронуло, что много интересного, нового и полезного, три слова, понимаешь? За каждым словом эта целая область открывается. Для человека, для него новое, это означает действительно новое и полезное, тут уже говорить не надо, он определил. А те, которые за углом сегодня ропщут, на книге-то, они в глаза их не видали книги. Конечно. Новое то, что это раньше не говорилось. Раньше для широкой публики не было известно. И те, которые люди только единицей, может быть, занимались, более-менее глубоко изучали, те, они, да, они жаждут это, и они согласны с этим. А кто, да, поверхностно только широкий взгляд надо. И не только традициям следовать, а главное, что по Западе Божьем. Вот так, закончим. Все тексты Священного Писания даются только на русском языке. Тексты Нового Завета расставлены в соответствии с современной традицией разделения на стихи, с указанием их нумерации. Все происходит. Так, вот это он прочитал, конечно, три тома он не успел прочитать, это недавно было, но явное дело, что в Откровении он сразу посмотрел. И он это не мог не оценить. Это с редкими книгами работает отец Геннадий. Представь, это папий, кто это знает, папий, первый век, иерапольский. А это святые отцы. Кто толковал, когда? И он буквально в сердце, кто что сказал, и все занес сюда. Это огромный-огромный материал. И он, тем более книга «Апокалипсия» среди старообрядцев не является тайной книгой. Он очень часто отец твой беседовал, я через него впервые начал познавать ее. Дальше. Вот эта книга. Так. Смотри, я сейчас скажу. Заявление. Размышления. Это какая страница? 369. Ну-ка, найди. Я думаю, вот эта его очень сильно коснулась. Я подробно стал смотреть. Так, подожди-ка. Где тут? Наверное, Володя, ты потом поближе подписи снимешь. Это здесь фоксимиле про подписи. Так. Что тут? Размышления. По поводу определения собора РПЦЗ. Ага. С 2000-го года. Так. Подожди маленько. Я уже нашел, где мы с ним соединились. Вот. О семье. Он много говорит. О бродобритии. Он тут нашел то, что найти просто невозможно сегодня. Я брал из старинных, старинных книг. Дальше. О табакокурении он говорит. Это для него тоже, как говорится, находка. Дальше. Человек-убийц. 333 года. 333 года. Считай. Вот они подписи. Да, оно самое. А что выключили свет-то, Володя? Не надо. Так, считай. Темно, давай. Подойди к нему, чтобы было видно. Считай там. А ты туда направь ему. На это. Подойди. Покаяние перед старообрядцами архиерейского собора РПЦЗ. Верующих чад РПЦЗ на родине и в Россияне, держащихся старого обряда, собор епископов РПЦЗ за границей, РПЦЗ сокращенно, приветствует. Возлюбленные братья и сестры, по святой православной вере нашей, благодать и милость, человеколюбца, спаса, да будут с вами вовеки. Это люди, которые приняли потом акт канонического общения с Московской Патриархией. Все. Все подписались до единого. Но, я думаю, инициатором был у них там Даниил Иллирийский какой-то, старообрядческий. Он вошел в зарубежную церковь, и он, видимо, молился об этом, и, наконец, вынесли вот это вот необходимо Московской Патриархии, принести такое покаяние перед старообрядцами. Так. В год, когда Святая Православная Церковь обращена к 2000-му юбилею Рождества во плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, мы, Собор Епископов РПЦЗ, собравшихся в богохранимом граде Нью-Йорке, на наших заседаниях думаем и о том, как бы мы могли способствовать уврачеванию того разделения, которое уже столько столетий переживает Церковь Российская вследствие богослужебных изменений, установленных в XVII веке. Мы глубоко сожалеем о тех жестокостях, которые были причинены приверженцам старого обряда, о тех преследованиях со стороны гражданских властей, которые вдохновлялись и некоторыми из наших предшественников в иерархии Русской Церкви, только за любовь старообрядцев к преданию, принятому от благочестивых предков, за ревностное хранение его. Русская зарубежная Церковь самого своего основания соответственно искала примирения со старообрядцами и на своем Третьем Всезарубежном Соборе, состоявшемся в 1974 году, во всеуслышание провозгласила древние богослужебные обычаи и обряды православными и спасительными. Запрещения же и клятвы, наложенные в прошлом на содержащих эти обычаи, считать недействительными, отмененными и яконебывшими. И несмотря на это, хотя наша иерархия и наши верующие никогда не участвовали в преследованиях и насилиях, причиненных старообрядцам, мы хотим воспользоваться и ныне данным случаем, дабы и спросить у них прощения за тех, кто презрительно относился к их благочестивым отцам. Этим мы хотели бы последовать примеру святого императора Феодосия-младшего, перенесшего святые мощи святителя Иоанна Затауста, «Царственный град» из дальней ссылки, куда родители его немилостиво отправили святителя. Применяя его слова, мы взываем к преследованным. Простите, братья и сестры наши, прегрешения, причиненные вам ненавистью. Не считайте нас сообщниками в грехах наших предшественников. Не возлагайте горечь на нас за невоздержанные деяния их. Хотя мы потомки гонителей ваших, но не повинны в причиненных вам бедствиях. Простите обиды, чтобы и мы были свободны от упрека, тяготеющего над нами. Мы кланяемся вам в ноги и припоручаем себя вашим молитвам. Простите оскорбивших вас безрассудным насилием, ибо нашими устами они раскаялись с отделанным вам и спрашиваем прощения. В 20 веке на православную Российскую Церковь обрушились новые преследования, теперь уже от рук богоборного коммунистического режима. Перед нашими глазами ярким образом представилось преследование при малодушном или даже бессовестном сотрудничестве и пособничестве гражданским властям со стороны лиц, именующих себя церковными. Мы со скорбью признаем, что великое гонение нашей Церкви в прошедшие десятилетия отчасти может быть и Божьим наказанием за преследование чад старого обряда нашими предшественниками. Итак, мы сознаем горькие последствия событий, разделивших нас и тем самым ослабивших духовную мощь Русской Церкви. Мы торжественно провозглашаем свое глубокое желание исцелить нанесенную Церкви рану и молимся о том, чтобы мы, если на то будет воля всемилостивого Бога, могли бы участвовать в таком богоугодном деле. Мы верим, что с обеих сторон требуется воля следовать спасительным заповедям Христовым, в исповедании, что не обряды наши сами по себе приближают нас к Богу, но покаяние наши, смирение, готовность к взаимному прощению, любовь и все христианские добродетели устрояют нам наше спасение. Мы искренне желаем встретить представителей Церкви Старого Обряда и Согласий, а также их приходов, дабы мы могли совместно разрушить средостения, разделяющие нас, и подготовить путь к добрым отношениям и, наконец, к восстановлению полного общения между нашей Церковью и теми, кто стремится сохранить Старый Обряд в лоне Русской Церкви. 13-26 октября, то есть по старому новому стилю, 2000 год и подпись Митрополит Виталий, председатель Архиерейского Собора, члены Архиерейского Собора, архиепископ Лавр, архиепископ Алипий, архиепископ, наверное, Марк, потом, архиепископ Лазарь, архиепископ Иларион, епископ Виталий, епископ Евтихий, епископ Гавриил, епископ Михаил, а остальных я здесь не различу. Понятно. То есть, гонения, которые коммунисты устроили, они не зато ли нам, что мы ваши гнали? Через это Бог разбирает. Это вообще очень сильное послание. Комментарии. А? Комментарии. Комментарии, мои комментарии. Этого документа миллионы людей ждали 333 года со дня реформы Никона. Реформы ненужной, противозаконной и крайне вредной, принесшей несчислимое страдание верным сынам православной церкви на Руси. Реформа Никона расколола русскую нацию, ослабила ее силы и привела в конечном счете к засилию масонов при Петре I и к революции 1917 года. Это решение Синода РПЦЗ будет, быть может, самым лучшим и памятным, что вышло от них за последнее десятилетие. И даже против такого смелого, открытого покаяния, направленного на то, чтобы снять с себя вину, возложенную на них от отцов-реформаторов, сегодня пытаются опротестовать и представить в ложном свете курские и другие лжепатриоты православия. История учит нас просить прощения не только у живых, но и у мертвых, чтобы снять вину греха. Это было с Феодосием Младшим, императором Византии, который писал к Иоанну Златоусту, как к живому, спустя 32 года после его кончины, при перенесении его мощей. Он просил у святителя прощения за лютость матери Евдоксии, свернувшей и сославшей Златоуста в ссылку, до которой он так и не дошел, умерев в пути. При перенесении мощей митрополита Филиппа, удушенного Малютой Скуратовым, по приказу одного из лютейших в мире правителей, царя Иоанна Грозного, молодой царь Алексей Михайлович просил прощения у митрополита Филиппа за неумеренную лютость предка своего Иоанна. Покаяние перед старобрядцами, природными русскими гражданами, патриотами своей родины и старой веры, снимает душевный гнет с гонителей и их духовных потомков в этой жизни до суда Божия. Так, я подумал, что вот этим показало в разобритии, ну и другое. То, что ему дорого, это, видимо, он заметил. Если эта книга была послана, вот, прочитай предисловие, на чем он тоже мог остановиться. Я говорю, вот, когда мне пишут, ну, мы считаем сегодня ваш 20-й том. Я сразу же снимаю с полки книгу, начинаю листать и смотря, на чем могли остановиться эти люди. Ну, почти всегда я угадаю. А потом пишу, да, это хотели, страница такая-то. Как вот это прочитать? Прочитаю. По благословению Преосвященного Евтихия, епископа Ишимского-Сибирского, русская православная церковь за рубежом, и по благословению Преосвященного Максима, епископа Барнаульского и Алтайского, московского патриархата. Симфония-указатель на житие святых. Автор-составитель Лапкин Игнатий Тихонович. Ну и адрес. Ладно, без адреса. Пояснение к указателю симфонии по житиям святых. Этот каталог, первая попытка помочь тем, кто любит, ценит, читает жития святых, чтобы уметь пользоваться примерами святых, их поступками. А у него на память святых много проповедей. Это я в точку попадаю. Находить нужные сравнения, перенести их в действие, если это возможно, на подходящие моменты и нашей жизни. Данный каталог-справочник составлен по трудам Дмитрия Ростовского, настольной книги священнослужителя, 2-й и 3-й тома и другим источникам древности. Быть может, в нашем издании возможны и упущения. На что-то не было обращено внимание. Для дополнения, восполнение пропущенных событий, для того, чтобы побудить читателя к самостоятельному исследованию житий, после каждой темы оставлены свободные места, в которые соответствующие примеры могут быть вставлены, и в последующие издания они могут быть внесены. Эта симфония-указатель составлена не по словам, как симфония на Библию, а по смыслу вещей, понятий, событий. Так на слово «убить» взяты не все случаи, ибо жития переполнены убийствами, но взяты только особенные, необычайные, крайне жестокие, страшные убийства. Или слово «исцеление» «Все жития пропитаны чудесами», но здесь указаны только самые необычные. Рассчитано это пособие на тех, кто знает содержание житий, знает, что он хочет найти. Чтобы узнать, когда и кто был участником этих событий, среди многих похожих случаев в 1173 житиях, нужно выделить известный случай с неизвестным святым. Например, припомнилось, что какая-то мать запрещала своему сыну ходить в храм. Он же убегал из дома. И тогда она за волосы притащила его домой. Нужно узнать, кто же был этот ребенок. Для этого в данной симфонии указателей смотри слова «Мать», «Дитя», «Волосы», «Храм», «Бить». По-любому слову ты можешь найти, а кто же это такой? По-любому из этих слов мы можем найти искомое. По слову «Мать» находим 22 апреля, Феодор, Секивот. «Лучшее празднование святому, это подражание ему», говорит Иоанн Златоуст. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. И, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их», наставляет апостол Павел Еврейн 13,7. Все. Понятно. И вот эта вот книга, для Слово Божие нет ус. Немножко, так, чуть-чуть. Делаю, я прочитаю. Где все или нет? Да, вот это вот. Предисловие немножко хотя бы. Вот он, конечно, считал. Я скажу, что нас с ним познакомил игумен Кирилл Сахаров, который на Берсеневке, Берсеневская набережная 22, прямо около храма Христа Спасителя. Метров 200. И он им Корнилию рассказал. И Корнилию сразу сказал, «Я желаю встретиться». И когда я приехал, он позвонил, ответили, «Его дома нету, он в Корнилию. Задержите Игнатия Тихоновича хотя бы дня на два. Владыка вернется». Я ответил, «Никак». То есть наша наметка «Встретиться» была еще в Москве. Предисловие для Слова Божия нет ус. Все документы, предлагаемые читателю, связаны с одним человеком, Лапкиным Игнатием Тихоновичем. Но не он главный герой этой книги. Главный герой – Слово Божие, проповеди которого посвятил свою жизнь Лапкин. Слово Божие живо и действенно, как написано в Евреям 4 глава, 12 стих. Поэтому проповедь о Сыне Божьем Иисус Игнатия Тихоновича никого не оставляла безучастным. И перед читателем открывается как бы 47-летний срез российской истории с неожиданной стороны, открывающий отношения ко Христу самых различных людей, властей, церквей. Отношения это было самое различное от восторженного желания помогать и содействовать до злобного, ненавидящего желания уничтожить, заставить, замолчать. Кто только не противился проповеди. Советская власть, КПСС, КГБ, некоторые епископы, священники. Но чем больше они воздвигали препятствий для слова, тем более широко оно распространялось. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. Между тем, рассеющиеся ходили и благовестовали слова. Это деяние, 8 глава, 14, 1-4. Читатель увидит, что ни безбожная тоталитарная власть, ни тюрьма, ни гонение православного духовенства не могут стать препятствием влага выставанию Царства Божия. Что только не делал враг для того, чтобы заглушить проповедь и в годы советской власти, и в то время перестройки, и во время перестройки, и в нынешнее время. Но свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Как и Иоанна, 1 глава, 5 стих. Впереди православные невинуемо ждут гонения, тюрьмы, ссылки. Причем, может быть, в очень скором будущем. Поэтому предлагаемый сборник материалов может стать незаменимым пособием для каждого, кто захочет, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства, остаться истинным христианином, ревностным, горячим и трезвенным учеником Христовым. Кроме того, в книге изложен опыт создания жизни детского православного лагеря Станы, опыт возрождения полностью уничтоженной коммунистами деревни на православных и исконно русских традициях, а также многие другие стороны православной жизни. Нафанаил Судников. Вот эти два священника. А второй, очень приближенный к патриарху Кириллу, вот он где-то несколько строчек, Николай Балашов, так, минутку-то. Это они. А потом уже документы-то все собирали. Он по внешне-серковных отношениях московского патриархата. И он много помогал мне, когда я осудился, как вернуть хотя бы что-то за конфискованной пленкой. И вот здесь отца Кирилла этого Сахара большая статья, она земля алтайская называется. Ну-ка, посмотри, вот здесь она земля алтайская. Увидишь, нет, где. Маленечко взять. А так как они знакомые, вот здесь это и на земле алтайской найдешь. Я только скажу, что отец Кирилл Сахаров единственный из принадлежащих московской патриархии получил похвальную грамоту или что, от митрополита Корнилия. У него полностью все идет. Служение, все следствия, все по-старообрядчески. Но это не единоверческое, а просто патриархийная церковь. У него и одеяние тут полностью все. Он службу старообрядческого знает. Как-то приехал у Николы Думного, побыл. Ну, встретились. Он говорит, а вот у вас здесь, на этом третьем части, это было так. Он говорит, да, это от незнания. Он еще две замечания сделал. Николас равно согласился. То есть он знает их от и до. И вот это... Нету? Не нашел. На земле алтайской называется заголовок. Если нет, то нет. Это дальше. На самом начале там. Вот здесь вот где-то. Ну ладно. Подъедем. Он как был здесь. Он приезжал с группой детей. Ну, и таких у меня два человека было. Один журналист с Москвы, Сергей Сергеевич Макаров. Он все записывает. Что бы ни говорил. Ей на магнитофон и ручкой записывает. И когда приехал, он тогда все это напечатал в своей книге воспоминания. Первый том. И глава напечатал все, что я ему говорил, ну как бы в обличении. Нету, да? Не нашел. Не нашел. Ну, не нашел, начни, не нашел. А потом найдешь, скажешь, как же я мог не увидеть-то. На земле алтайской. Может, в другом месте? Никак. Здесь. А вот я до этого досчитал? Посмотри. Еще немножко. Я не вижу, а то бы я сейчас нашел. Очень сильная здесь. Как выходил. Как он. А какой у вас вот патриотизм? В чем он выражается где? А я его повел куда? В сценарийник. Я, говорит, чуть в обморок не упал. Повел к овечкам везде. Вот патриотизм. Работаю, и у меня себе патриотизм. И он все абсолютно записал. Как мальчики с девочками играть. Какую игру прекратить. Как обедают на земле алтайской. Может, где-нибудь в нашей другой книге? Ну, здесь нету. Я уже на три раза присмотрел. Где-то в другом месте. Ну, и вот он на земле алтайской. Ну, какая страница есть? На алтайской земле. 418. Ну-ка, открой. Если он это натолкнулся, а он ему доверяет, и, видимо, близко дружит, то тут говорить нечего. Его письмо во всех отношениях искреннее. Ну, тем более, от меня вот этот человек независимый. Еще обородил. Так. Вот он что пишет, его почему это тронуло. Это он пишет, как приехал. Что он пишет здесь выделено? Лапкин уже много лет находится в центре религиозной жизни Барнаула. Его личности, взгляды вызывают очень противоречивые оценки. Вот, показывай, где. Ты вот только, которая крупная, посмотри, что я выделяю, где его слова. О, как он много написал. Что тут? Игнатий совершенно выпадает из всех определений. То есть, они определяют, как вот, птица, животное, парнокопытное, там, то другое. И люди также градуированы. Ну, один такой-то к этому роду относится, другой к этому, там, коммунист. А здесь он не может никакую ячейку меня загнать. Не вписывается ни в какие рамки и не соответствует никаким ограничениям. Это явление, не подверженное никакой классификации. Целый материк, феномен. Вундеркинд, энциклопедические знания. Для него идеал первого христианства. Но в то же время он строго выступает за хранение канонических норм церковной жизни. За благоговейное поведение на службе. И вот он, когда это написал, если митрополита, он митрополит прочитал, то ясно делал, что это нас сразу же начинает с ним сближать. Что тут? Общаясь с прихожанами храма, я сказал, все, что я говорю вам, как видите, довольно остро. Это в Москве. Но я просто хочу воспроизвести вам образ человека, который влияет на миллионы людей. Известен в масштабе России. Тысячи кассет, публикаций, кинофильмы про него показываются. Это явление нельзя игнорировать. То есть этот человек понимает, читает. У него все книги. Вот я у него приезжал сколько раз, не было, чтобы приехал, уехал. Хотя у него было сейчас четыре проповеди, так как в храме говорил. Он сразу облекает стихаль по благословению. И все проповеди вышли в интернет. Одно из самых моих сильных впечатлений в жизни, жизнь в потеряевке и общении с Игнатием. Исключительно одаренная богатая духовная личность. Постоянно открываются новые и новые грани. Ежедневно общаешься с пяти утра до девяти вечера. И каждый день не повторим. Десятки новых примеров. Никаких повторов. Никакой скучноты. Новые краски и грани. Вот у него были когда... Один случай нынче был. Отца Кирилла. Я говорю, потому что связано с ним как-то. Вечером я как будто его задел. Я хожу, готовлюсь к проповеди, а служба уже идет. А одна женщина подошла, отец Кирилл сказал, чтобы вы сегодня евреев не касались. Я вот так посмотрел, я говорю, а ты с кем разговариваешь-то? Ко мне под язык еще ни один человек не залазил. Ни патриарх, никто. Я скажу то, что Бог даст. Нет, значит нет, отстранили и все. Она заулыбалась, как будто этого и ждала. Довольно кинула головой и ушла. Но я понял, мне не говорить. Значит, я задел что-то такое. Идет служба, вдруг от отца Кирилла выходит человек из алтаря, подходит, пройдем, где там три алтаря, в другой предел, переодеваться, сказал. Когда я говорил, он говорит, а вот вы сегодня говорили-то, а вы говорили напряженно. Я говорю, еще бы. Подделка-то у меня крепко. Что сказать? А что я сказал вчера про евреев неправильно? Евреи, евреи, все евреи. А и что дальше? Я сказал, хочешь быть благословенным, никогда не проклинаю евреев. Ну что тут такого плохого? Что такого? С какой стороны это могло? Почему это первое благословение? Благословляющий тебя народ Божий будет благословен, проклинающий будет проклят. Я об этом говорю везде и всегда. Что я не так сказал? Я показываю местописание, откуда это взято. Это сказано было Аврааму. Но ничего, ничего, ничего. Знаешь, вот он был здесь, я о нем стал пример приводить. Это Евтихий брат был Михаил. Я говорю, вот был отец Кирилл и говорил, вот, ну, сказал тут как был, как всем интересовался. Мне сказать, почему ты ничего не спросишь, ни одного вопроса. И что мне ответ дал отец Михаил? Жит, уже и сюда пробрался. Он лежит и пробрался. Я в похвалу поставил, какой он интересный, отец Кирилл. Он по всем странам ездит, у него патриархи там. А почему же, что он, еврей? Ну, он говорит, Сукарман, не Сахаров. Сахаров по-еврейски, это Сукарман по-немецки. Но я говорю, даже если так, я этого не знал и не знаю. Это глубокой верующий человек. У него мирское образование высшее, и академию духовную кончил, и встречи какие у него. У него там со всего света везде люди едут. И патриарх служит у него там, и сердце, и это все. Мигом отреагировал. Я батюшке своему говорю, отец, ты с ним дружишь, ну, как-то повлияй на него. Я-то хотел сказать, что ты подражал, было интересно. Ну, нельзя так вот вигнать, и как-то уживается, вот, понимаете, баптизм и старое обрящество. От отец Диакона Кураев сказал, а что, люблю Библию, значит, баптизм, люблю, чтобы в церкви был порядок по канонам старого обрящества, так надо брать и то, и другое полезное. Каноны-то нам даны для жизни. Каноны говорят, что это вехи на пути в Царство Небесное. Видишь, какой ты двоевер, да? Двоевер, видишь, какой ты? А, ты двоевер. Как? Двоевер. А до Феодосии говорил, если ты хвалишь чужую веру, говорит, ты кривовер и двоевер. Что значит веру? Я веру не хвалю, я говорю, доброе качество, которое там есть. Нам нужно это знать. Я спрашиваю, ну, сидят представители, там, академики, прописара, там, лауреат Нобелевской премии сидит в жаре салферов и решает вопрос о молодежи, что нет объединяющей идеи, с молодежью просто плохо дело-то. Я говорю, она есть. И вы знаете ее? Конечно, знаю, я работаю по ней. И какая же? Я говорю, четыре слова, ручками. Дети. Так, подождите, дети. Это действительно, как-то мы не сказали, это пролетарий всех стран соединяет, если дети. Я говорю, воспитанные? Да, воспитанные. Во-во-во-во. Я говорю, во Христе. Во Христе. А при чем тут Христос? Да в этом-то вся Иисусе. Дети, воспитанные во Христе, это национальная идея. Не будет разводов, не будет взяточных, коррупционеров, не будет той беды, которая сейчас везде есть. Ну? Ну вы против или за? Он не верующий вообще. Если человек верит в Бога, у него страх Божий, что за все отвечать на суде Божьем, он не может судить меня вопреки закону, он не может подыгрывать за деньги, ну, продажи в суде. Я говорю, вот мулы сидят, как священники мусульманские, скажите, а вот у вас, ну не у вас здесь конкретно, а вообще где вот, как Саудовская Аравия, Судан, где мусульманство настоящее, как в Греции православие, государственные религии в Греции. Они получают зарплату священники, все, закон. Вот. А какой процент несохраненной девственности до замужества? Что? Ну замуж выходит, она уже не девушка, где-то уже поцепила. Но вы вопрос, а кому задаете? Я говорю, я вам задаю. У нас такие, может быть, и были, но их нет. Вы спросите вот этого юноша, что он скажет? Мама твоя развелась? Да, развелась. Муж погиб потом. Ну а мама теперь принимает другого мужчину. Моя мама? Да. Зарежу. Маму зарежу. А вы что-то против скажете? А зачем говорить? Он делает по закону. Сестра твоя с кем-то встречается на замужество? Моя? А ему 16 лет. Зарежу. Вот и все. Были такие? Были. Их побили, показали по телевидению. Сто процентов. Вы, священникам обращаясь теперь, вы хотели, чтобы у вас целомудрие такое было. Сто процентов. Так это невозможно. Вы в восьмом классе уже с трудом разыскиваете девственность. Сейчас спрашивают. Это доброе мусульман. Мы должны взять себе, но не резать. Но у вас слово, которое обострее меча боевого острова. Вы добейтесь этого, чтобы этого не было. Христос сильнее Магомета или не сильнее? Магомет, он как Моисей, мечом прорубал. А Христос пришел, другой меч принес. Ну доброе это или не доброе? Доброе. А почему вы отрицаете это? И вот решают. Вот здесь Корнилий пишет тоже, какие меры против пьянства. Я знаю, меры хорошие, все, но они мертвые. Ничего не сделать. На каком расстоянии от школьного учебного заведения пивной ларек поставить? Зачем он не добежит 20 метров. Единственный, кто может полностью покончить, это мусульмане. Это у них называется шайтанья кровь. А были пьяницы? Да, были. Привозили. А сколько человек было? В прошлом году с наркодельцами, с 51 человек. И что все казненные. И больше нету. У нас это никто не знает. Ну а если это сын шейха, князя губернаторов, казнят. Понимаешь? А они, вот, говорят, жестокостью. Ну хорошо, говорят, соглашаются. Да, мы жестокие. Мы за пьянство казнили 50 человек. Ну вот это у нас накопилось за 2 года, а не за год. А у вас за пьянство сколько казнили? Я говорю, ни одного. А сколько на дорогах пьяных у вас было аварий? Сколько пьяниц уходит? Каждый год, Корнили пишет, мы теряем 10 дивизий, молодых людей, дивизий, количество людей. Полностью теряем 10 дивизий с командирами. Только в одной рюмке утонуло. Вы хотите этого? А у нас этого нету. Весь сказ. Доброе, доброе. Давайте это примем. Так не сухой закон. Да, я сухой закон не могу говорить. Я христианин. Но на столе, чтобы никогда не было ни брашки, ни градуса, ничего. Мы только так можем показать пример. И Корнили об этом говорит. Мы сразу уже с ним сошлись. Я у него там сколько посмотрел, мы полностью вот так сходимся. Но вначале он начинает говорить, вот смотри, выступает, ну любая проповедь, где бы ни была, дорогие братья и сестры. Ни в Библии нигде нет братья и сестры. Но, знаете, 68 раз братья. Теперь, в четыре столетия Златоуст говорит, ни разу братья и сестры. Василий Великий ни разу. Григорьев Богослов, Челотворец ни разу. И Фрэмсирий ни разу. Почему? К женщине нельзя обращаться. Иначе она имеет право ответ дать. Я ему напишу потом. Но братья и сестры, говорит и патриарх Кирилл, говорят баптисты, все говорят так. Еще они не видят этого. Не видят. Ну, сказали, дискриминация женщин, как же так? Ну, они сказали, как скажут, но тогда дискриминировал, в первую очередь, Павел. Тогда не было принято. Там были жестокие. Жесткие. 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 А почему Иоанн Златоуст хотя бы один раз сказал у братья и сестры? Это не было принято. А сейчас исторически сложившись в цепках, что уже... Никакой истории. Для нас, как ты в самом начале сказал, для нас главное это Слово Божие. Слово Божие ни разу. Я согласен. А так уже настрой Бог не смотрит. Он сказал на все века. Ни разу, нигде. Их винить-то нельзя, вот в чем дело. Вот в чем дело. А я говорю, стоп, проповедей. Смотри. Я могу издать его. Четыре тысячи проповедей. Это побольше. Сорок раз. И ни разу, братья и сестры, не говорю, никто не обижается. Один раз пояснил. Представьте, он когда получил, посчитал, сидел, писал. Это реликвия. Сохрани. Ну вот, спаси Христос. Мы хотели показать, что Бог слышит молитву. И Он услышал молитву о Корнилии. И если Господь благословит, то в дальнейшем мы можем просто встретиться. Я ему могу сказать так. Владыка, ну я знаю Библию, но как думаю, что все-таки считал Библию. Святых отцов, канона церкви, жития святых. И вот я считаю, выступает, тогда был митрополит Смоленский и Калининградский. Теперь патриарх Кирилл. Ему задают вопросы. И вопросы, и ответы, и вопросы, и ответы. Я считаю, вопросы, и ответы, я их поместил, у меня в 12 томе есть. 60 вопросов. Примерно 5 процентов, только правильно. 5, а 95 ответил неправильно. Это будущий. Дальше я беру 60 вопросов и ответов патриарха Алексея Второго. 5,5 процентов. Больше нету. Дальше Козло Максима, Юрасова и Адриана Старобряческого. Тех же 5 процентов. Остальные все вопросы неточные. Потому что ответы все время с оглядкой. О! Вот, везде на всех. Я за него сейчас усиленно молиться. Я когда прочитал это все, что он там пишет, ну, это мое мнение. Лично ни на чем пока не основано. На внутреннем существовании. Он нуждается в поддержке. Потому что люди разные, и у него будут большие переживания. И за то, что вот это он говорит, что желаю вывести старобрящество из изоляции. То есть они изолированы. Вы хотите, я мог бы даже поговорить, чтобы официально разрешили приходить и молиться. Никуда не переходить. Ну, без вашего разрешения. А я бы мог написать и в конце приписку. Я пишу вашего разрешения, прошу. А что разрешение? А мы согласны. Я напишу ему в конце, чтобы разрешил ходить официально вам в храм. Ага. Из изоляции выйти. Мы единого Богу молимся. У нас одно священное писание. Верим в страшный суд. У нас еще разделения нет. Одна-две буквы. Мы все молимся двуперстно. Я с детства так приучен. Никогда. Но это мы не отрицаем. Но во времена она Златоуса пишет медленно. Подмолились одним сердцем. Так. Вот как только. Говори. Да, слушай, дорогой. Говори. Слава Христу. Аллилуйя. Ну, конечно. Конечно. Ну, я видишь, как сам умышленно простыл-то, можно сказать. У нас приезжал во вторник, у нас престольный праздник был. Приезжал с московской патриархии епископ Сергий. Со священниками. Это вот сегодня-завтра будет стоять на нашем канале в Ютубе. Вы заходите туда? Да, смотрите. Вот сейчас выстоится большой материал. Как он встречается с поцелуями, с поцелуями выезжает. Так. Я вам вопрос задавал, вы мне не ответили. Как, что вам рассказал Валентин после нашего отъезда? Ну, какое... Он еще не огорчен был нами? Для Бога. Так, мы сердечно благодарим вам. Секрета нет. Во что обошлось вам? А... Горячка. Что-то повторите. В мой мир сегодня же зайду. Ну, пожалуйста. А когда я приеду туда, там мы по скайпу можем поговорить. В начале октября. В начале октября я уже буду, наверное, в Барнауле. Так, я вам поклон передаю низкий. Ну и мысленно скажи, во что вам эта эвакуация обошлась наша? Ох ты! Ну ладно. Ну вы оказали нам такую помощь, которую, ну, просто как только от Господа Бога мы приняли. Конечно, мы попали в то, что до самого смертного часа буду вспоминать и содрогаться. Присажьте, вы срезите. М? Нет. Да. А как? Я знаю, как. Я вот ходили, когда мы снимали в английское посольство. Это в Англию было. И в Германию, и там в Шенген. Везде одинаково. Там глазок снимают. Они роговицу у глаза снимают. Круглый, круглый, бывает рядом, а бывает и вверху. Не верю в это, ничего не верю. Ну даже, допустим, так, не будем оспарить. Ну если и так, и что это? Погиб. Так, соверши крестное знамение. Совершил? Все. А принявший не сможет совершить. Все. Ступай с Богом. Не слушай этих людей, которые мало знают. На эту тему я выступал и говорил после получения паспорта. Они больше ничем не хотят заниматься. Об этом много, очень много говорил и патриархи Алфеевки. Никогда. 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 И он сам не пришел в Антихрист еще. Поэтому никакого начертания быть не может. Если они что-то и делают, допустим, ну доказать я не могу, то никакого отношения к спасению это не имеет. Откровение 13 главу пускай читает. А? Откровение 13 главу пускай читает. Да, откровение 13 главу Володя подсказывает. Столкование. Абсолютно никакого. Не может печать быть раньше Антихриста. А он еще не пришел. Все. С Богом. Будь спокоен. А он что говорит-то, когда он не пришел? Печать идет от того, кто есть. Допустим, президент и у него печать. Но если президентства нет, то какая печать? Ее и нету. Его нету самого еще. Он будет над всем миром. Никак. Никаких. Хоть сто шестерок пусть нам ставят. А это добровольное отречение от Христа как от Бога. Вот что означает. Об этом Ян Кристианкин говорил. Горьянов говорил. Алпеев. Патриарх. В священном начале уже давным-давно все разъяснило. И при том правильно. Правильно разъясняется. Печати в этом нет. А. Так. Ничего не надо. Совершенно. И дело в том, что на днях, вот вчера мне, позавчера предлагали перекинуть их за эту сторону в Москву. Я говорю. Не надо. Я спросил же Владимир. Он говорит. Нет. Я вас не тревожу. Так получилось из-за поломки машины. У нас никогда этого не было. Но дальше Господь что-то усмотрит. А. Один уже приезжал. А. Нет. Ничего. Ничего. Ни грамма, никакой беседы. Пусть он нас потерпит. Найдутся люди, летом начнут работать. Бог даст. Нет. Ничего. Ничего не надо. Ни подогревать. Ничего не надо. Ничего не надо. Просто пусть закрыто. И все. Лишь бы мыши и крысы не поели. А травы там подсудят. Все отошел. Да? Удивительно. Удивительно. Незнакомый мне. Вышел на меня. И спрашивает. Деньги нужны? Я говорю. Я книги издал. Он на книге. Не нужно. Вознаживаться на книге все. Ну ладно. Я вам высылаю 150 тысяч. Теперь. Когда мы приехали в Клайпеду. Литва. Айбу сообщили. У тебя пол поточек. А он в это время в Испании был. Живет в Калининграде. Он оттуда нанимает эвакуатор. 200 километров. За нами. Тащит нас в Калининград. А Калининград это уже российская территория. И там нашли сервисы. Начали ремонтировать. Нас поставили на ноги. А его нету. Он поставил человека Валентина. Который нас везде вводил. И нигде ни копейки не дали заплатить. Все сам. Я посчитал. В общей сложности. Это обошлось где-то 80 тысяч. Об этом разговаривают. Мы для вас не помогали. Это мы делаем как для Бога. Вот как Господь делает. Дмитрий Булкин. Булкин. Хлеб. А сам в Испании был в это время. Руководил все. Да, в Испании был. И оттуда руководил все. Я понял. Ну и человеку возможности вообще. Деньги все. И вот сейчас главное его брал в заграничный паспорт. И глазок далекий. И говорят. Когда снимали роговицу в глаза тому. Заграничный паспорт. Дактилоскопия это с пальцами. И говорят. Шестерки на лоб нанесли. Я что теперь обречен. Я говорю. Ты что заботишься о чем. Соверши крестное знамение. Все совершил. И Флем Сирин говорит. Печати никакой нет. Тебе достаточно. Для того и наносится. Говорит. Что ты не мог совершить. Животворящее знамение. Сына Божия на себя. Я хочу сказать это самое. По поводу знаешь. У меня всегда чувство. Так интуитивно сказать. Что здравый православный смысл. Христианство и все. Возобладает. Потому как это действительно нонсенс. Библия одна. Каноны одни. А это самое. Это не может быть. Рано или поздно. Произойдет. Соединение. Православие и составляться. Понимаете. Я не о соединении говорю. А о любви. О любви это прежде всего. А если любовь будет. Значит и это будет. Все. Любовь основа. Действительно.